Торжество Православия, так называется Первое Воскресенье Великого Поста, этот праздник установили более тысячи лет назад в честь победы над иконоборчеством, ложным учением, которое долго раздирало жизнь Церкви. Размысляя о празднике Торжества Православия, хотелось бы сказать, что это не победа человека, не победа человеческого разума, это победа Божия, это победа правды Божьей над различными уразумениями человечества. Это победа Христа, это истина, которую дал нам Господь. Наверное, и в нашем регионе, и вообще в других регионах бывшего Советского Союза, где бушевала ересь безбожной власти, где бушевала ересь воинствующего атеизма, борьбы с нашей верой, верой Христовой, конечно же, мы чувствуем то вдохновение, которое дал нам Господь, мы чувствуем ту подлинную свободу, которую мы сейчас имеем. Особый чин Торжества Православия был составлен в первой половине девятого столетия, на Руси его установили в XIV веке. Православие ведь, радующие, православные люди, наибачие православие, виновникам всех благ Бога, нижестых благословен в веки. По окончании богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе состоялось награждение победителей второго тура конкурса чтецов духовной поэзии «Созвучи слов живых». Он прошел в Севастопольском благочении по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и в рамках договора о сотрудничестве в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи между Главным управлением образования и науки города Севастополя и Симферопольской и Крымской епархией. Самое, конечно, главное и отрадное, то, что нас радует, это возможность нести Слово Божие в средние школы, нести Слово Божие нашему подрастающему поколению. Участниками конкурса стали 53 школьника. Торжественное награждение в Кафедральном соборе произвело на детей впечатление. Я чувствую радость, то, что в таком соборе грусти все ушли от меня, все, я уже знаю, что у меня первое место, веселюсь. На мне этот собор производит впечатление древности, старые записи, росписи, очень большая святыня. Завершился праздничный день в микрорайоне Шевченко молебном устроящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Его закладка состоялась в конце января. Проект храма предоставила инициативная группа общероссийской общественной организации «Российский клуб православных меценатов». По нему в рамках проекта «Креститель» модульный храм из сосны был собран в Херсонесе, а позже перенесен в район, где в нем была особая необходимость. На сегодняшний день ведутся работы по внутренней отделке, завершается укладка теплых полов. Планируется, что уже в марте в стенах храма будет совершаться божественная литургия. В этом и заключается возможность торжествовать в православии. В этом и заключается торжество православия. В том, что Господь дает нам неизреченность своей любовью, возможность строить новые храмы, возможность притекать к таинству Святой Церкви, возможность спасать свою душу, спасать души своих близких. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского благочиния.